...меньше стоят. Хотите прогуляться? Смотрите, вот там это зубер. Ах, какой мужчина. Прямо с места в карьер. Ну, настоящий полковник. Угу, настоящий. А глазонький-то у тебя, девонька? А глазонький-то у тебя, девонька, век бы смотрел, не отрываясь. Ой, а знаете, есть такая игра, гляделки. Кто кого переглядит, может, сыграем? Ну, давай сыграем. Отчего не сыграть? Я когда-то чемпионом по гляделкам был. Один раз даже биноклем наградили. Это как? О чем мы остановились? Но для вас это безразлично. По моей воле, сумеречный трамвай, он довезет вас до места, да будет так. Да будет так. Обращаюсь к тебе, сумеречный диспетчер. Подай трамвай туда, где в нем нужда. Это, говорю тебе, я, имеющий власть над сумеречным сознанием. Повелеваю не забывать про льготный тариф. Еще бы, конечно. Денег и так нету. Вам надо поторопиться. Время почти на исходе. Ладно, ну поторопимся, друзья. Пока. Петька Васильевна и шесть, эпизод тринадцатый. Новая реальность. Подписываемся, друзья, ждем на колокольчик, оставляем комментарии. Делимся с друзьями. Компания Бока совместно с компанией. Сатурн Плюс представляет. Петька шесть, новая реальность. Итак, загружаем игру, продолжаем нашу игру. Так, вот здесь мы с вами остановились. Да. Поехали, друзья. Так. Надо вот этому товарищу отдать магнитофон. Есть музыка на любой вкус. Могу подогнать. Гони свою балалайку, чувак. Мы тут кайфуху замутим. Оттопыримся. Да, кстати, если тебе не западло с ментом на одном толчке подвисать, ныряй внутрь. Так. Мотофончик отдали, пошли туда. Теперь мы можем пройти. Поговорить с секретаршей. На Петьку она никакого внимания не обращает. Извините, пожалуйста, вы не могли бы... Молодой человек, вы что, не видите, что я занята? Так, чудесно. Берем Василия Ивановича. И опять заговариваем с нашей секретаршей. Девушка, вы как относитесь к делу мировой революции? Простите, к какому делу? Мне показалось, вы что-то спросили о теле. Здравствуйте. Меня зовут Василий Иванович. Ой, какой мужчина. Вы что-то сказали? Я говорю, что меня зовут Василий. А меня зовут Татьяна. Но вы меня можете звать просто Танечка. Ой, такая Танечка. Очень приятно. Вы не могли бы нам помочь? Чем же я могу помочь такому очаровательному мужчине? Я вас слушаю. Такие погоды нынче стоят. Хотите прогуляться? Прогуляться. Такие погоды нынче стоят. Хотите прогуляться? Ах, какой мужчина. Прямо с места в карьер. Ну, настоящий полковник. Настоящий. А глазонький-то у тебя девонька. А глазонький-то у тебя девонька. Век бы смотрел, не отрываясь. А знаете, есть такая игра, гляделки. Кто кого переглядит, может сыграем? Ну, давай сыграем. Отчего не сыграть? Я когда-то чемпионом по гляделкам был. Один раз даже биноклем наградили. Ну, пока они тут будут в гляделке гулять, мы с Петькой можем кое-что проделать. Так, Петька, иди сюда. Я руками ничего трогать не буду. И не надо. Просто посмотрю, какие они чернила в ксерокс заправляют. Посмотри, посмотри. Так, во-первых, нажимаем на кнопочку «Заказ». Интересно. А что это за кнопочка? Так. Отлично. Костюмчик выехал. Опа. Здорово. Одежь приехала. Жаль, размер не мой. Не жаль. Так. Теперь надо забрать клей. Молодежь, говорят, его нюхает. Ну, а мы, может, склеим кого? Так, чудесно. Теперь надо нажать на минус. И немного уменьшим. И еще раз. И еще чуть-чуть поменьше сделаем. Так, и еще. Не действует уже. Максимально-минимальный размер. Некрасно. Нажимаем кнопочку «Пуск». Интересно, а что получится, если нажать? Опа. Ой, нифига себе фонарик. Кажется, я себя только что отксерокопировал. Чудесно. Забираем фотографию. О! Как на меня похоже! Наверное, это все-таки дружеский шарж. Да-да-да. Дружеский шарж. Так, теперь забираем костюмчик. Главное, его не помять. И решим этот костюмчик на ширмочку. Тут его и надо мерить. Только чур не я. Так, теперь надо поговорить с вот этим милиционером. Ага. Выиграла. Эх, лапонька, как мы с тобой наедине остались. Боже, какая она страшная. Может, еще сыграем? Можете, сыграем. Но в другой раз. Так, давай, Петька. У вас тут девушка похитила. Вот вы тут сидите и ничего не знаете. Чего не знаю? Что случилось? Я же говорю, человека похитили! Женщину! Так напишите заявление в милицию. А вы кто? А я не сдвинусь с места, пока не дождусь своего костюма. Понятно? Ой! А не того ли, который уже три часа в примерочной висит? Где? Ну, надо же, и не предупредили. А я тут сижу. Так, чудесненько, чудесненько. Прелестно, прелестно. Так, теперь пока он там переодевается, надо... А что у него по карманам? Пачка жевательной резинки. Билет в кино на сегодня. Нет. Это не в кино. А в баню. И не на сегодня, а на вчера. О! Удостоверение! А вот это я приберу. Пригодится. Конечно, пригодится. Так, чудесно. Идем сюда. Залазим в наш сундук. Применяем клей. На удостоверение. Намажу-ка я тут клею. Лишь бы не засох. А теперь фотографию. На все это вместе. Ловкость рук и никакого мошенничества. Все, чудесно. Пока выходим отсюда. Так, пошли. Отелье Кройки и Пашива. Веселый реглан. Так. Лазарет, говоришь? Будет там лазарет. Так, пытаемся пройти сюда. Посторонись, мамаша. Нам пройти надо по неотложному делу. Проход на место преступлений закрыт до прибытия экспертов. Ну и порядок. Честным людям проход они. Ладно, применяем беспределение на бабульку. Бабуль, эксперты, которых ты тут ждешь, прибыли. Это мы и есть. Ой, соколики, заждались вас тут. Вы уж проходите следствию, пособите. Толкните его в нужную руслу. Толкните, толкните. Пошли. Так, послухаем этого товарища. 103, 104, 107, 110. Пусть бился. Для чего этот шум, Тимми? Зачем это гавканье? Здрасте. Вы, я таки понимаю, новенькие из прокуратуры. А как вы догадывались? Чужие садедукция. Это ж таки элементарно. Разве сюда пошли, значит, вас пропустили. Чужие здесь не ходят, значит, вы свои. Я вас не знаю, значит, вы не из следственного отдела. Разве не из следственного отдела, ну, значит, вы из прокуратуры. Но там я тоже всех знаю. Значит, вы новенькие. Логично? Логично. Обалдеть. Я не собираюсь делать из этого откровения. Это дедукция, молодой человек. Учитесь. Да, позвольте представиться, Соломон Моисеевич Цап. То есть Кац. Цап это прозвище. Вот так. Все, поговорили. Посмотрим на собачку. Собака-мутант. Характер злобный, вид отталкивающий. Так, ну-ка попробуем взять что-нибудь. Фу, стоять! Тимми, перестаньте лаять. Здесь все свои. Чудесно. Пошли дальше. Нашу Венечку увидели. Поговорим. Опять он плачет. Опять он хнычит. Ты че тут с военно-полевым инструментом стоишь? Я... Я не стою. Я деньги ищу. Тут кто-то закопал деньги? Откуда такие сведения? Не закопала, потеряла. Меня мама за мамонтятиной послала. Я денежку посеял. Семерублевую. Юбилейную. Ой, 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 ой. Какой ужас. Ладно, пошли дальше. На кладбище мамонтов. Так, гуманоиды уже улетели. Телепатия у них на высоте. С чего ты взял? А как же? Ведь они почули, что мы идем. Из Квазанов. А мы им что? По ушам бы от меня получили. Вот что. А как же политкорректность и прочее гостеприимство? Во-первых, все мы гости в этом мире. А во-вторых, не люблю я их. Вот кудрют. Да и вообще подозрительные. Так, чудесно. Забираем вот эти цветочки. Ой, цветы. Боец, зачем тебе цветы? Ну как же. Вот найдем мы Анку. Она нам... Привет. А где цветы? А мы без цветов. Неловко получится. О морде можно слопотать. Лопату заберем. Вдруг придется окоп рыть. Такая жизнь. Отовсюю жди атаки. Расслабляться нельзя. Нельзя расслабляться. Так, ладно, возвращаемся. Пока возвращаемся, друзья. Подписывайтесь на канал. Жмите кнопочку колокольчика. Оставляйте комментарии. Делитесь с друзьями. Теперь нам нужно отдать... А, нет. Обманулся. Значит, заходим в подъезд. И поднимаемся к нашему доктору. И что мы видим? Нажмем кнопочку доктор Катс. И что мы видим? Служба доставки. Наконец-то. А то я вас уже устал ждать. Где мои цветы? Погоди-ка, погоди-ка. А чё это ты тут делаешь? Ну, во-первых, не ты, а вы. Потому что неприлично незнакомым людям тыкать. А во-вторых, я тут живу. Но вы же сейчас сидите в психушке, прикованные к электрическому стулу. Вас же зовут Евгений Михайлович. Нет. Ошибаетесь, молодой человек. Меня зовут Ипполит Михайлович. А Евгений Михайлович, мой брат-близнец. Так вы говорите, что его посадили на электрический стул. Чудненько-чудненько. Это следовало ожидать. В принципе, так ему и надо. Что же вы так с братом-то? Нехорошо. Нехорошо пациентов бармонтаном кремолина лечить. И клизмы по десять раз на дню ставить. Я ему всегда говорил, добьешься ты своего, посадят тебя на электрический стул. И вот он, пожалуйста. Ну, хватит об этом. Так где мои цветы? Откуда мы знаем, где ваши цветы? Ваши цветы. Вот вы с ними разбираетесь. Я имею в виду цветы, которые вы должны были мне привезти. Удивительное разгильдяйство. Если бы я так аппендициты оперирую, как они цветы представляют. Да, ужас. Что бы было бы. Так, ладно. Еще раз открываем дверь. Что надо? Приема нет. А вот здесь мы сейчас должны взять цветочки и вручить ему. Вот ваши цветы. Свеженькие. Только что с кладбищ... Ой, из Голландии. Ну, наконец-то. Получите семь рублей на чай. Как раз ровно семь рублей. Как это на чай? А за цветы? А за цветы, молодой человек, я в вашей конторе еще вчера оформил заказ. Ладно, пошли. Все. Свои 7 рублей мы получили. Спускаемся вниз. Так, отдаем 7 рублей нашему... Горе. Мальчику. Меняем мину. На тебе твою семерублевку. Только не реви. Спасибо. А сейчас ты чего ревешь? Я же тебе дал 7 рублей. Да. А если бы я те 7 рублей не потерял, у меня было бы 14 рублей. Вот так вот. Ой, вы поняли? Но все равно спасибо. Побегу за мамонтятиной, пока она не кончилась. Беги, беги. Так, теперь нам надо забрать наш... Или эта штука нам еще здорово пригодится, или предчувствия меня обманывают. Конечно пригодится. Пошли дальше. Берем наш металлоискатель и шарим. Идем. Ну, для очистки совести поискать, конечно, можно. Можно. Нужно даже. Ну, что? О, смотри-ка. И вправду что-то есть. А раз есть, значит, надо доставать. Берем лопату и копаем. Так. Ну, что тут у нас? Ага. Доисторическая каска примитивной конструкции. Художественной ценности, похоже, не имеет. Да ты так думаешь. Чудесно. Есть у нас такая каска. Теперь по-быстрому возвращаемся к нашему ателье. И кирпичу вручаем каску. За это забираем у него кепку. Удивляюсь я тебе, кирпич. А что такое? Вроде такой солидный парень. А на голове вместо приличного головного убора кепка похабная. Смотри, вот в чем продвинутые люди ходят. Держи. Это тебе, так сказать, подарок от чистого сердца. Благодарность за помощь. Ну да. Крутяк. Крутяк. Благодарность за помощь. Подписывался. Да будь и не парься. Ладно, не получится сразу взять монитофон, но кепку мы заберем. Не буденовка, но тоже ничего. Так, чудесно. Значит, пока прорываемся в наш проход в арку. Так. Теперь нам нужно отвлечь собачку хоботом мамонта. служить? Служить, уродище! Тьфу, тупой барбос. Угу, угу. Так, если и ванны вложим кепку. Пока там отвлекается собачка. Вот так вот. Если не избавляться от всего того мусора, который Петька таскает за собой, мы скоро будем напоминать двух старьёвщиков. Так. 375 гильз и столько же патронов. Подозрительно. Подозрительно? Так. Хорошая кепочка. Вот это у нас далее. Ага. Кепка обыкновенная. Артикул 3, 4, 5, 6, 4, 10. Хм. Чем она пахнет? Всё-то знакомо. То ли едой пахнет, то ли наоборот. Диме, что скажете? Диме, что скажете, ваше мнение? Согласен, Диме. Следовательно. Ладно, чудесно. Пока они убежали. А сейчас они уйдут, естественно. Забираем сакваряж. Ничего, Петька, построим светлое будущее. Я за тебя возьмусь. На учёбу пошлю. Сядешь за книжки. Мне учиться нельзя. Я в голову ранен. Учебной гранатой. Ничего, там тебя излечат. Станешь академиком с палочкой. Академик с палочкой. Ладно, берём сакваряж. Этот следователь щи лаптям не хлебает. Явно профессионал. Значит, в сакваряжи должно быть масса полезного. Конечно. Берём сакваряж и разбираем его. О, смотри, товарищ комдив, Ролекс. Есть справедливость в мире. Часы вернулись к тем, кто их наиболее достоин, то есть к нам. Тут ещё усы есть, Петька. Усы тоже пригодятся для пущей конспирации. Чудесно. Возвращаемся в подъезд, идём к гадалке. Гадалке нужно отдать часы. Ролексы. Здорово, бабуля. И ты не кашляй. Чё надоць? Погадать, порчень кого навесть. А ещё чё? Нам бы девушку одну найти. Нам бы девушку одну найти надо. Поможешь? А чего ж не помочь? Помогу. Фото. И деньги наперёд. Деньги твои фото девушки. А у меня как назло ни денег, ни фото. Какая жалость. Тогда в пролёте, милок, извиняй. Так. Добавим часики и отдаём бабульке. Погадать нам надо, бабуля. Вот баланс. ты только посмотри. Опять всё те же часы. А чё такого? Часы как часы. хе 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 코� each говорится, от часов и черьев никогда не отказывайся. Все равно они к тебе вернутся. Ну, чего вам, косытики? Порчу с глаз приворот? Да мы сами не знаем. Раз ты такая матерая гадалка, сама скажи, чего нам надо. Вот. То, что тебе надо, у тебя на лице написано. Сейчас принесу. Принеси, принеси. Вот сейчас она нам за наш кровный роликс вынесет какой-нибудь гнутый гвоздь. И пропали часы. Или вообще ничего не вынесет. А что ж ты позволил ей дверь закрыть? Подставил бы ногу. Так приказа ж не было. Так и скажи, что ногу жалко. Чего это? Мамонтиный пот. Свеженький. Бабка, а ну забирай нафиг свой пот. Это не мой, а мамонтиный. Понял. Жульничество. Верни часы. Ауфидерзей. Вот так. Ладно, все. Отдай часы. На этом закончили. Шарлатанка недобитая. Поздно, Петька. Дверь надо было придерживать. Спускаемся. Пока спускаемся, жмем на колокольчик, оставляем комментарии, не забываем подписываться, друзья. Ну что, на этом сегодняшний часть мы не заканчиваем. Поэтому мы сохраняемся. Сохранить игру. Вот здесь свободные ячейки. Да. Ну и естественно, выходим из игры, друзья. Смотрите в следующем эпизоде. Отлично. Спасибо, Иванович. Анка. А это точно Анка? Может и не Анка. Не знаю, товарищ комдив. Может и не Анка. Внешне вроде и похоже. Но наша Анка за словом в карман не лезла. А это только молчит да мычит. Петька, есть только один способ узнать наверняка. Освободи ее и посмотрим. А не кинется? Вот и я боюсь. Так, ну что, освобождаем. Так. Попробуем тебя развязать. Ну, наконец-то. Что так долго? Небось, пили всю дорогу. Анка. Ну, ты что сразу пили? Думать только. Не пили, а входили в контакт с местным населением. Ставим.